Здравствуйте, уважаемые телезрители! Передача «Актуальное интервью» сегодня в гостях у начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров, полковника полиции Андрея Анатольевича Чернышева. Андрей Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Анатольевич, управление подвело итоги работы за 10 месяцев 2022 года. Расскажите немного о статистике прошедших месяцев. Для телезрителей доведу информацию небольшую. На территории ЗАТО Саров увеличилось количество совершенных преступлений на 8,9%, с 494 до 538. Соответственно, раскрываемость на данный момент преступлений всех видов составляет 65,5%. Это чуть меньше аналогичного периода прошлого года на 3,5%. Больше зарегистрировано тяжких, особо тяжких преступлений на 33%. Соответственно, и раскрываемость данного вида преступлений возросла до 62%. Это порядка более 10%. На территории города зарегистрировано одно убийство, которое раскрыто. Четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью. Все они раскрыты. Два изнасилования тоже все раскрыты. Увеличенное количество совершенных преступлений – это преступления, совершенные с использованием информационно-телеконационных технологий. В простонародье мошенничество в отношении жителей нашего города. Количество их возросло на 33% с 92% до 123%. Соответственно, уровень раскрываемости данных видов преступлений остается чуть менее 20%. И раскрывается каждое шестое преступление, совершенное данным видом. Количество краж на территории города сократилось на 6% с 195% до 184%. Соответственно, процент раскрытия данного вида преступления увеличился с 69% до 72%, что также радует. Разбоев, к счастью, не допущено на территории города. Выявлены факты преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Их выявлено 18 преступлений. Направлено преступление по линии законного оборота наркотиков в суд столько же, сколько в прошлом году. Это 11 преступлений. Соответственно, уровень раскрываемости данного вида преступления подрос и составляет 68%. На территории города выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Это также больше, чем в прошлом году. В прошлом году было выявлено 3 таких преступления. По всем лицам установлены. В настоящее время ряд дел уже направлены в суд. Больше выявлено ДТП, где граждане совершили ДТП, в которых пострадали участники дорожного движения, получили тяжкий вред. По всем таким преступлениям лицам установлены. И процент раскрываемости данного вида преступления составляет 100%. Больше выявлено экономических налогов преступлений с 24 до 47. Выявлены факты коррупционных преступлений. В этом году у нас выявлен факт получения взятки должностным лицом. Данное дело направлено в суд. И в настоящее время дело рассматривается в суде. Преступления, связанные с коррупцией, количество выявленных преступлений разосло с 5 до 12. Выявлено 6 лиц, совершивших. Больше совершено преступлений несовершеннолетними с 3 до 33. Но по этим преступлениям 29 преступлений совершено двумя несовершеннолетними, которые в период с 2021-2022 год совершали в основном хищение из магазинов самообслуженной территории города. Тем самым совершали преступление мелкое хищение, совершенное повторно. Соответственно, которое образует состав уголовного преступления 158 и прим. 1 Кодекса УКФ. Чуть больше, на 16% совершено преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения. И в общественных местах также совершено преступлений на уровне прошлого года. То есть на одно преступление только больше в этом году. Те показатели, которые мы имеем на данный момент, могу сказать, что уровень преступности на территории города Саров, он в 2 и 3 раза ниже, чем средний уровень преступности по Нижегородской области. То есть гражданам города намного комфортнее при многих обстановке, чем даже средний по области более чем в 2 раза. Наиболее остро ситуация складывается с мошенничеством. Расскажите, как обстоят дела в этой сфере и как работает схема мошенников в отношении наших жителей. Да, я соглашусь с вами. Я, как уже ранее довел, что более чем на 33% возросло количество преступлений, используемые информационно-технологии, куда в том числе относится мошенничество, совершено различными способами. Ну и, соответственно, схем очень много для того, как отнять денежные средства у жителей нашего города. Могу вот последние примеры привести. Это там самые классические, которые имеют место на территории нашего города. Это когда под видом работников банков происходит обзвон на телефоны жителей нашего города. Представляются работниками службы безопасности. Поясняют, что происходит несанкционированное списание. По банковскому счету начинают уточнять, совершали ли вы данную операцию и не совершали. Ну и дальше схема одинаковая. Практически у всех просят назвать номер банковской карты, смс-сообщение, которое приходит, подтверждение переводов. Ну и, кроме этого, получив реквизиты банковской карты, похищают средства со счетов граждан. А также сейчас в последнее время очень активно используется следующая система, что представляется сотрудниками службы безопасности, потом переводит разговор, передает трубку сотрудникам правоохранительных органов, представляется сотрудниками различных силовых структур, МВД, ФСБ, Следственного комитета, Центробанка и так далее, и так далее. Любые там правоохранительные органы. Соответственно, просят принять участие в специальной операции по поимке мошенников в банковской сфере. Для этого просят прийти в банк. И из банковского счета, который имеется, обналичить все денежные средства. Соответственно, инструктируют мошенники нашим граждан следующим образом, что если вдруг в банке будут задавать вопросы, для чего вы снимаете данную крупную сумму денег, и мошенники ли вас просят, вы будете понимать, что если вам такой вопрос зададут, то это точно мошенники в банке, и вам точно надо снять денежные средства. Она все эти вопросы отвечает, что мне нужно племяннику на покупку машин, на покупку квартиры, но другие нужны. Соответственно, граждане снимают денежные средства с своего счета, И в ближайшем банкомате переводят на так называемый безопасный резервный счет, который называют мошенники, для того, чтобы они вернулись свои денежные средства якобы на свой счет обратно. Соответственно, кроме этого, они идут дальше. Те, кто граждане подвергаются, у нас более внушительные такие, они просят еще попробовать получить кредит в другом банке. Соответственно, граждане на другой банк, в том банке тоже якобы ловят мошенников. Граждане оформляют на себя кредиты, и данные денежные средства, полученные от кредитов, также перечисляют на счета мошенников. В иных случаях бывает, представляется служба безопасности банка и говорят, в целях безопасности вашего счета необходимо установить программу специальную. Обычно это какой-либо мессенджер, который, ну, Zoom и так далее, подобные программы. Говорят, что мы не мошенники, мы сотрудники банка, мы от вас не будем спрашивать никаких ваших счетов, ни СМС, который будет приходить. Вот вы нам только подтвердите, СМС вам приходит или не приходит. Вот сейчас мы направим на ваш номер телефона СМС сообщение. Вы нам скажите, пришло или не пришло, мы тогда вас идентифицируем и проверим способность службы нашей безопасности, все у вас будет хорошо. В итоге граждане устанавливают программное обеспечение, потом мошенники под видом его проверки просят включить демонстрацию экрана. Соответственно, мошенники на своем устройстве видят все те действия, которые происходят на экране у потерпевшего. И гражданину присылают им СМС сообщение с целью перевода денежных средств на другие счета. Гражданин ничего не подозревает, демонстрирует им свой экран телефона. И они переносят информацию на свои устройства. Соответственно, с банковского счета гражданина списывается денежные средства. Это вот один из последних распространенных видов мошенничества. Что бы хотелось сказать телезрителям по данному виду, если вам позвонили, представили с работниками банка, службы безопасности, поддержки, кем угодно, убедительные просьбы не вступать в разговор, просто положить трубку, это будет самое нормальное решение в этой ситуации. Если, соответственно, гражданин вступает в разговор с этими мошенниками, они найдут тысячи причин для того, чтобы продолжить разговор и выведать гражданину информацию о его банковском счете, убедить его в том, что необходимо с ним денежные средства и отправить его на резервные счета. Никаких резервных счетов, безопасных, супербезопасных, там не существует. Это все счета мошенников, и гражданин переводит все денежные средства на счета мошенников. Кроме этого, есть у нас факты, когда гражданину осуществляют звонки и говорят, что мы звоним с ВТБ, а гражданин с банка ВТБ, а гражданин говорит, что у меня банковской карты ВТБ нет, у меня банковской карты есть Сбербанк, и ему говорят, о, а у нас как раз по соседству есть офис банка Сбербанк, сейчас я приглашу специалиста, он с вами поговорит, берет трубку другой человек, говорит, да, я служу безопасности другого банка, сейчас я посмотрю, ой, у вас все со счетами, все плохо, надо все снять и перевести на безопасные счета, то есть вот по любым соусам это просит гражданина, чтобы он забеспокоился, точнее, сатанем своих денежных средств, и с целью их обезопасить, он наоборот их снимает и отправляет мошенникам на счета. Это не один способ мошенничества, очень много, я вот несколько приведу, чтобы граждане понимали, что сейчас происходит, очень много сейчас, ну, мы живем в социальных сетях, у нас есть там одноклассники, в основном ВКонтакте, происходит взлом страницы кого-либо из знакомых, которые находятся в записной книжке у гражданина, и от его имени поступают сообщения такого содержания, привет, помоги, там нужно 5-10 тысяч рублей, небольшая сумма, гражданин не перезванивая, ну, зачем он себя утруждает, да, мы пишем, живое общение мы, наверное, уже давно забыли, вот, он пишет, все, вопросов нет, давай тебе по номеру телефона переведу, ой, извини, мне надо на телефон мамы, или там на банковскую карту мамы, там папы и другому родственнику, потому что у меня телефона с собой как бы нет, я с другого устройства выхожу, ну, и присылает банковскую карту, гражданин, ничего не подозревая, на эту банковскую карту перевод денежные средства, разную сумму денег там, ну, обычно небольшая, там, тысяча, 2-5-10 тысяч рублей, такой максимум, чтобы гражданин не заподозрил, что зачем там 100 тысяч просить там у друга своего, соответственно, переводит, потом через определенное время начинает общаться вживую со своим знакомым, другом, родственникам и узнает, что его страницу взломали, и от его имени там много кому написали сообщение такого содержания, ну, кто-то повелся и отправил денежные средства, кто-то игнорировал его сообщение, то есть кто-то перезвонил, возможно, уточнил, что-то там у него случилось, и какая-то там, может быть, другая еще помощь ему нужна, соответственно, вот таким вот образом. Очень много и вот в преддверии новогодних праздников хотелось бы предупредить гражданам о том, что вот у нас сейчас начинают приобретать вещи и имущество любое, в социальных сетях. Вот два факта у нас есть, прям буквально за две недели. Один мужчина в группе ВКонтакте колеса из Европы заказал колеса Екохама по цене там почти 50 тысяч рублей на свой автомобиль, соответственно, перевел стопроцентную предоплату, ему выслали якобы трек-номер транспортной компании, по которой можно следить движение его имущества, соответственно, этот трек-номер ни в какой транспортной компании не бился, то есть такого не существует, потом его удалили там из этой группы, и, соответственно, гражданин лишился 50 тысяч рублей ни колес, ни денежных средств. Это вот как бы один вариант. Вчера буквально обратилась женщина ВКонтакте в одной из групп у какой-то гражданки, заказала платье, стопроцентная предоплата, произвела оплату, через определенное время ей звонит продавец, говорит, что, понимаете, у нас был технический перерыв, оплата не прошла, надо повторить, повторяет с нее второй раз списывается, там почти 2,5 тысячи рублей, после этого, говорит, все, как бы она, ну, начинает возмущаться, почему мне два раза списали денежные средства, говорит, ой, извините, сейчас мы вам форму пришлем, вы там заполните свои реквизиты, денежные средства мы вам вернем на ваш счет. Соответственно, ей приходит фиштинговая ссылка, она заполняет все свои реквизиты банковской картой, куда перевести необходимо, соответственно, еще из банковской карты у нее 15 тысяч рублей списывают. Так что, ну, граждан, еще раз убедительно прошу, если вы покупаете покупки в интернете, это проверенные магазины, соответственно, магазины, где имеются пункты выдачи в городе Саров, они присылают вам транспортные компании непонятно откуда, потому что были факты, когда видеокарты дорогостоящие присылали, начинает гражданин устанавливать ее в компьютер, а она не работает, начинает разбирать, она внутри пустая, там, видеопамяти отсутствует и так далее, то есть, которые, грубо говоря, в пункте выдачи не проверишь вот эти все вопросы. Соответственно, у нас жители очень пользуются мессенджерами, вот буквально тоже несколько дней назад женщина в Телеграме в группе состояла, читала всякие новости и увидела новость, что от банка, одного из банков, опрос, пройдите опрос, получите денежные средства. Соответственно, интересовалась, зашла, провела опрос, после этого с ней связались, он там указал номер телефона, связались, сказали, все, молодцы, все замечательно, куда вам 3 тысячи перевезти? Она, ну, в определенную форму ей выслали, она ввела все реквизиты своей банковской карты, в результате с ее банковской карты похитили 30 тысяч рублей. Ну, вот сами граждане ищут, где бы, ну, заработать, а в итоге, как говорится, бесплатный сыр только мышеловки, вот примерно такая же ситуация, мошенники ищут, и вот именно на то, чтобы граждане получили какую-либо выгоду, соответственно, вместо этого они, получают, ну, лишаются денежных средств. Один гражданин, то же самое, в Навито, решил приобрести автомобиль, соответственно, списались с продавцом, все, автомобиль грузовой его устроил, там цена не очень большая была, потому что автомобиль БУ, там очень много лет ему, соответственно, продавец говорит, я все выезжаю, Саров, ждите меня, готов приехать, отдать вам автомобиль, там оформите договор купли-продажи, потом осуществляет звонок, говорит, нет проблем, мы с деньгами очень проблематичны, ты мне не мог 10 тысяч выслать на бензин, до Сарова 10 тысяч как раз не хватает на бензин, все равно же это, я там тебе скидочку сделаю за эти, ну, за минусом бензина. Соответственно, мужчина, что не подозревая, отправил на банковскую карту непонятному лицу денежные средства, соответственно, автомобиль не доехал, продавец на связь больше не выходит, где денежные средства, непонятно. Это вот как бы один момент. Второй момент, ну, при покупке платформы Авито, там, вроде серьезная организация, да, но мошенники делают таким образом, в ходе там, при осуществлении покупок на данной платформе, есть определенные условия, безопасная сделка, где, соответственно, гражданин перечисляет денежные средства на эту платформу, и пока он не подтвердит, что он получил заказ, и все с ним хорошо, то есть эта платформа денежные средства продавцу не пересылает. Соответственно, в ходе общения, ну, любой гражданин, заинтересовавшись каким-либо товаром, начинает списываться с продавцом. Продавец, будучи мошенником, просит перейти для общения в другие платформы, такие как WhatsApp, там, Viber, Telegram и так далее. В ходе общения в этих мессенджерах, он говорит, что у меня есть друзья, знакомые в транспортной компании, которые там либо бесплатно, либо за минимальную сумму перевезут, и так далее. Высылают фишинговые формы, которые очень похожи на формы, которые представляет данная платформа, Авито. Гражданин заполняет свои все реквизиты. В итоге, вместо того, чтобы купить какой-либо товар, с его банковской карты списывается энную сумму денег, там, 5, 7, 10, 15, 20, 50 тысяч рублей. То есть, вот в этом плане. В ходе работы по уголовным делам, расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством, устанавливаем, что 99% случаев звонки осуществляются с территории Республики Украина. Денежные средства тоже отправляются на территорию Республики Украина. Соответственно, задержать мошенников является большой проблемой. Соответственно, никто их, все прекрасно понимаем, обстановку в стране выдавать не будет. И в ходе специальной военной операции выявляются факты, целый кул-центр, находящийся на спублике Украины, покупая базы данных жителей Российской Федерации, различных банков, обзванивают, представляются банковскими работниками, соответственно, похищают денежные средства. В последнее время уже, понимаете, осуществляют звонки с использованием специального программного обеспечения, так называемого, подмен номер. Все мы прекрасно знаем, то есть, если вам звонят с номера 900 или другого номера, соответственно, мне несколько дней названивают, я могу, ну, просто привести пример. Звонок с номера 900. Я не беру трубку, у меня стоит автоответчик, то есть, если после определенного продолжительности мутков, там включается автоответчик. Соответственно, после такого, кого мне звонил номер 900 и я не ответил, через определенное время мне приходит смс-сообщение, что мне звонил другой сотовый номер телефона. То есть, здесь-то они звонят у них подмену номера 900, а реально, я вижу, реально, с какого номера мне звонили, там, соответственно, другого оператора совсем и непонятно какой. Соответственно, мошенники пользуются, в том числе, услуга подмена номера. Они могут позвонить вам с номера телефона, который написан на обратной стороне банковской карты. Они прям вот, при общении с гражданином говорят, вы не верите, что мы сотрудники банка, мы сейчас вам позвоним, вот банковская карта при себе, вы переверните вот номер телефона, который там у вас указан, сейчас мы позвоним. И действительно осуществляется звонок с номера телефона, который прям идентичный, который написан на обратной стороне банковской карты. Соответственно, гражданин уже, конечно, Я вам верю, что вы мне осуществляете звонок именно с этого банка, имитентом которого я являюсь, верит и выполняет все те поручения, указания, которые, как они считают, им говорят банковские работники, службы безопасности и так далее. Мне кажется, это проблема в том числе недоверия к живым людям. Вы говорили про то, что при обращении в банк мошенники убеждают, что сотрудник банка точно мошенник, который задаст вам определенный вопрос. Я в своей практике сталкиваюсь с несколькими звонками, в том числе и службы безопасности банка ВТБ. Я предпочел личный визит в банк по просьбе объяснить, что не обне, а по телефону сказать следующее. Действительно ли это происходит сейчас с моим счетом? Я доверяю сотруднику банка, потому что я его вижу, его можно идентифицировать и его можно, если что, привлечь к ответственности. Все верно, конечно, все верно. Но мошенники, они наоборот, они говорят, чтобы гражданин имел определенные сомнения по конкретному банковскому работнику, они говорят, что они все мошенники. Именно они похищают ваши денежные средства, они предоставляют вашу информацию мошенникам, а мы вот такие люди, службы безопасности. Поверьте мне, ни одна служба безопасности не будет звонить никому и разбираться по поводу вашего перевода в 2000 рублей или в 5000 рублей непонятно куда. Поверьте мне, у них не такой большой штат и сколько у них пользователей банковских карт, в том числе зарплатных, кредитных и других. Они просто не будут практики этим вопросом заниматься, поэтому если позвонили с банка, не важно, кто служба безопасности и так далее. Это мошенники, и надо с ними продолжать разговор, начинать выяснять, подтверждать, не подтверждать, положить трубку и все. Если что-то случится с вашим счетом, и не дай бог с вашего счета, без вас по какой-то ошибке спишут денежные средства, банк вам возместит все в полном объеме. Соответственно, да, если вы, понимаете, сотрудники банка для того, чтобы обезопасить, вы приходите, пишите претензии от того, что у вас были списаны денежные средства. Они направляют в подразделение полиции не просто так, они для того, чтобы подтвердить факт, что гражданин сам эти денежные средства отправил третьему лицу. Андрей Анатольевич, кадровый вопрос, достаточно ли обеспечено управление кадрами, и особенно это касается участковыми полиции, потому что они находятся на переднем крае общения с горожанами. Ну, смотрите, есть определенные кадровые вопросы, вот, некомплект в управлении составляет 20%, но у нас достаточно сил и средств для выполнения этих задач, которые у нас возложены. Соответственно, что касается участковых, у нас отдел участковых и полномоченных, он практически 100% комплекта, все участковые находятся на своих рабочих местах. Если гражданам необходимо получить информацию по своим участковым, он может в интернете с этим вопросом, в том числе мобильные служебные телефоны, по которым он может позвонить участковому и встретиться с ним, либо договориться о встрече на участковом пункте полиции. То есть, в этом плане вопросов никаких нет. И вопрос по линии безопасности дорожного движения. Когда у нас в городе появятся комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, возможно, что-то препятствует появлению таких систем? Ну, смотрите, ничего не препятствует, как бы вопрос тоже стоит, ну, у меня на контроле, у главы города. Вопрос этот прорабатывается уже давно. Просто, понимаете, вопрос зависит не от нас. Есть специализированная организация, которая занимается в Нижегородской области установкой камер автоматической фиксации безопасности дорожного движения. Соответственно, мы соответствующие письма им направили, согласованные с главой города. Мы обеспокоены теми участками аварийности, где в первую очередь необходима установка данных камер автоматической фиксации. В основном это основные перекрестки, где у нас совершается большое количество НТП, соответственно, чтобы там стояли камеры, которые фиксировали скоростной режим, проезд на запрещающий сигнал светофора, соответственно, выезд за линию разметки. И вот в настоящее время соответствующие письма направлены. Мы ждем, там разрабатывается проект смертной документации, я думаю, в следующем году. Могут появиться, да, камеры автоматической фиксации. Спасибо большое за ваши ответы, друзья. Это была передача «Актуальное интервью» с начальником межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров, полковником полиции Андреем Анатольевичем Чернышевым. Ну и с вами мы увидимся через неделю. До свидания.